Всем привет! Рад приветствовать вас в мире The Brush! И в этом видео давайте разберемся, как сделать карету к нашему колесу по прошлым видео. Опять же, видео снимаю по просьбе подписчика. Погнали разбираться, как это все поймем принцип хотя бы. Первый раз сделаю, не судите строго. Так, открываем тулы и, думаю, начнем, ну давайте с куба. Поставим вот так вот куб, выровним его, shift, левая кнопка мыши. Посмотрим, что да как, посмотрим x, где симметрия. Так, вот здесь, значит, будем вот этой работать стороной, где нет симметрии. Теперь заходим в геометрии, делаем make polymesh, заходим в геометрии и делаем всей вот этой штуки кубу dynamesh. Так, смотрим сетку, все прикольно. Давайте еще добавим Ctrl D дивайдов, пусть их побольше будет, не беда. Так, ну в принципе ширина кареты нам достаточная. Кстати, это будет сама карета. Вот так вот. Давайте ее теперь в сайзе растянем немножко. Посмотрим по какой оси. Так, поднимем чуть кверху. И вот так вот вытянем. Так, что теперь сделаем? Ctrl Shift, заходим и будем вот это вот резать. Clip Circle. Вот так вот удерживаем Ctrl Shift. Вот так все это дело подгоняем. Чуть-чуть все это дело сплю с ним. И немножко вот так вот уведем. Можно еще немножко. И вот так чуть-чуть ее преобразим. Так, вырезаем. Вот уже прикольная карета получилась. Так, вариант. Давайте посмотрим, что у нас тут с обрезкой. Обрезка нормальная. Так, ну и что теперь? Есть два варианта. Так, давайте все-таки Dynamesh еще сделаем. Сетку поправим. Вот так вот. И есть теперь два варианта. Все это дело разрезать и работать с одной стороной. Или раскидать ее по полигруппам. Так, с обтулой. Жмем Append. Жмем опять же Cube. Вот так вот переключаемся на него. И теперь в геометре давайте им поработаем. Size. Уменьшаем. Делаем прозрачность. Еще уменьшаем. И это дело все вот так вот делаем пошире. Вот таким образом. И вот так все это дело вытянем. Для чего это надо? Нам нужны окна. Вот это будет первое окно. Давайте чуть-чуть еще подкорректируем. Подкорректируем его. Вот так вот. Теперь делаем дубляж. Делаем дубликат. И перетягиваем его вот сюда вот так вот. Смотрим, чтоб везде все выходило. Было хорошо. Ну и теперь поменьше окошка. Сделаем опять же дубликат. Переключимся на него. И вот так вот теперь Все это дело Перетянем. Вот три симметричных окошка у нас будет. И вот так вот. Центральное можно даже Немножко уменьшить. Это в геометре сайз. И немножко его давайте Вот так вот. Поменьше сделаем. Вроде как дверь будет. И немножко сделаем поуже. Вот таким образом. Так. Все. Отключаем теперь прозрачность. Прозрачность. Ну и будем потихоньку теперь это все дело вычитать. Сначала вычтем одно. Потом вычтем второе. Делаем Merge Down. Ок. И снимаем выделение. Так. Не получается. Делаем Dynamesh. Первое окно у нас готово. Поехали делать дальше. Переключаемся на второе окно. Ставим на вычитание. Делаем Merge Down. Опять ОК. И должно уже работать. Снимаем выделение. Повторяем все с третьим окном. То же самое. И уже у нас почти будет нормальная телега. Снимаем выделение. Так. Ну и теперь сделаем пустоту. Так. Пустоту будем делать вот с этого всего. Делаем дубликат. Если у нас косяк, то мы его подправим. Посмотрим, что нам даст Dynamesh. В этом плане заполнит их. Нет. Все нормально. Вот теперь ставим на прозрачность. И все это дело с помощью Skyl уменьшим. Или даже лучше в Geometry Size. Вот таким образом. Все это у нас будет получаться. Постараемся теперь окна поймать, потому что они у нас уже в другом месте. Ну и теперь это окно тоже с помощью MOV чуть-чуть подкорректируем. Вот таким образом. Так. Все нормально вроде. Везде есть пустота. Снимаем выделение. Ну и сделаем, конечно, Dynamesh этой модели, раз мы ее корректировали. Сделаем Dynamesh. Теперь переключаемся на нижнюю вот эту заготовку, которую корректировали. Опять ставим ее на вычитание. Merchdown. Ок. И опять попробуем все это дело вычесть. Надеюсь, косяка никакого не будет. Вот такая карета у нас получается. Вот вы видите, что внутри можно теперь сделать сиденье и так далее. Предварительно все это разбив на поле группы. Вот эти все стенки боковые. Как это делается? Жмем Ctrl-Shift и смотрим вот эту Sleek Rack берем. Проводим вот так вот. Проводим вот так вот. И смотрим поле группы. Вот мы ее разбили на поле группы. Теперь можно открывать, закрывать, смотреть, что да как тут. Вот таким образом. Что теперь нужно сделать? Добавляем теперь Append куб. И с этого куба давайте сделаем именно нижнюю часть доски. Заходим в геометрии, жмем уменьшить, жмем растянуть, плюснуть, вытянуть и немножко вот так и немножко вот так вот. все это дело перемещаем под карету. Вот так вот. И немножко это все дело уменьшаем. И так же это все дело делаем потолще и делаем так вот поменьше. Даже брус надо еще чуть-чуть потолще сделать. Вот так пускай будет. Жмем Ctrl и давайте три вот таких вот сделаем. Еще раз Ctrl все это дело перетянем. Ctrl Z более-менее ровно это все выставим. вот так вот все прикольно. Снимаем маску и добавим теперь наше колесо. зайдем в тулы и найдем где наше тут колесо. Вот оно. Открыли переключимся на нашу модель кареты и теперь зайдем в Subtool и в Append и вот это колесо добавим. Вот так вот. Заходим в геометрии. Переключимся на колесо кстати. Заходим в геометрии. Все это дело уменьшаем и в деформации все это дело давайте перекрутим более-менее ровно и теперь давайте по Y так не по Y по X тоже не получается и все это дело вот так вот выставим ставим Move переходим вот сюда и вот так вот сзади его устанавливаем колесом уменьшим немного в геометри чуть-чуть по сайту так чуть-чуть его побольше сделаем смотрим как теперь оно будет зеркалиться заходим в Modify Topology Mirror M12 показывает что не на той стороне все это дело у нас стоит с помощью ротации можем это дело поправить перекрутить и с помощью Move вот так вот перетянуть вот так вот и поднять повыше и жмем Mirror and well вот теперь у нас два колеса вот так вот и мы их теперь можем перетягивать так вот эти передние колеса чуть-чуть вот так вперед и немножко их сделаем поменьше ctrl z деформация и size вот так вот и с помощью Move вот так вот назад их поставим вот сюда вот так включим floor ctrl и а вот эти колеса поднимем повыше вот так снимаем выделение и вот у нас уже такая вот прикольная карета давайте добавим заднюю часть теперь вот так вот и добавим теперь куб с обтул и добавляем append добавляем куб с помощью Move его перетягиваем назад вот здесь вот так вот мы его устанавливаем и проведем обрезку trim curve включим вот так вот включим чуть-чуть побольше угол и Alt жмем и вот так вот все это делая заворачиваем теперь Ctrl W и теперь делаем в геометри Dynamesh следом можно сделать ZRMesh так ну вот что-то уже прикольное ну и добавим давайте наперед сюда вот на эту часть тоже детальку где будут сидеть наши погоняльщики так жмем саптулы жмем append и жмем опять куб переключаемся на него жмем Move вот так его сюда выводим и тут вот теперь будем делать Dynamesh а потом будем смотреть чтобы это сидение более-менее подходило делаем Dynamesh смотрим какая сетка делаем ее побольше Ctrl G теперь ставим обрезку вот так вот и жмем Alt и теперь опять Alt Alt low удаляем Divide мешая все забываем так жмем так жмем опять Alt Alt жмем опять Alt Alt так а теперь вычтем удалим немножко кривовато делаем Ctrl W делаем этому всему Dynamesh сетку смотрим сетку вот так вот мы попробуем все это дело цилиндром наверное удалить добавляем Appen добавляем цилиндр его ставим прозрачность Geometry Size уменьшаем его вытягиваем побольше и в деформации перекручиваем вот так вот с помощью MOV вот сюда все это дело перетягиваем и делаем его чуть-чуть пониже вот так вот теперь с помощью обрезки ставим Cream Circle низ немножко вот так обрежем Ctrl Z сделаем Dynamesh прибавим Divide и это уже можно так порезать убираем Delo вот вот так вот ну и вот так чуть-чуть обрежем делаем делаем всему этому Ctrl W и делаем Dynamesh Ставим на вычитание переключаемся на верх на верхний Subtool опять Merch Down ok и снимаем выделение вот прикольно все вот так вот уже под сидушку выбрано так все это дело прям симметрично прям как положено ну можно чуть-чуть его конечно в геометрии сжать так как это у нас будет вот так вот где-то это будет все прикольно так давай давайте добавим вот сюда вот оси простенькие заходим в Subtool и жмем Append жмем Cylinder опять же прозрачность включим Moff кверху поднимаем и в геометре все это дело уменьшаем и вытягиваем вот так еще раз уменьшаем и немного еще раз вытягиваем в деформацию опять заходим и опять крутим по Z вот так вот и с помощью Moff устанавливаем на наши оси кверху Продолжение следует... Так, зажимаем Ctrl и притягиваем опять вот эту модель. Сделаем давайте в геометрии Дайна Мэш. Ставим Move и вот так всё это дело перетягиваем на переднюю ось. Вот так. Так, не знаю что по времени, сейчас посмотрю. Так, ещё у нас есть время для видео. Попадаем. Ну и давайте вверху здесь сделаем решётки. Решётки опять же будем делать так. Так, Append и жмём цилиндр. Делаем цилиндр, геометрии, Size уменьшаем. Вытягиваем вот так вот. Смотрим прозрачность. С помощью Moff устанавливаем вот так наверх. Вот так вот. Теперь Ctrl. Вторая. Третья. Четвёртая. Пятая. И шестая. Продолжение следует... Продолжение следует... Чуть-чуть делаем вот так потоньше. Ну что, так пойдёт на скорую руку. Ну и теперь давайте ещё одну добавим. Саптулы, аппенд и опять цилиндр. Теперь переключимся на него и повторяем все вот эти операции, которые мы уже ранее делали. Продолжение следует... Продолжение следует... Сделаем теперь дубликат, а вот эту будем дальше мучить. И вот будем делать вот так вот. В принципе, хватит. Приключимся на дубликат. Развернём теперь его ротации. Вот таким образом. И с помощью MOV давайте вот сюда их установим. И CTRL вот сюда. Геометрия. Геометрия. Ну вот так вот на скорую руку. Вот такая вот у нас транспортная штука получилась. Всё, всем пока, до свидания.